Доброго времени, друзья, с вами как всегда Арталаский и давненько мы ничего не снимали по пикселям и уж тем более по юнити. Я решил, что эту оплошность надо как можно скорее исправить и в ближайшее время вас ждет бесплатный небольшой видеокурс по пиксель-арту и создание 2д игры в юнити. Все это будет здесь на ютубе или может добавить шестую часть вот этого видео. Впрочем, голосуйте в комментариях, а сегодняшний тудер будет совсем небольшой, но крайне полезной, судя по тому, как часто меня об этом спрашивают. Суть в том, чтобы перевести гифку в спрайт-шит. Что такое спрайт-шит? Проще говоря, это атлас, содержащий в себе все кадры ваших анимаций, конкретного персонажа или вообще всех объектов в игре. Все зависит от ее масштабов. Окей. Переходим в фотошоп, закидываем сюда нашу анимацию. Кстати, как вы могли заметить, он сейчас здесь без рук. Руки идут отдельным спрайтом и будут, так сказать, активно вращаться уже в самой игре. Ну, естественно, без такой жесткой пикселизации. Но опять же, это все другая история, просто чтобы вы понимали, почему он здесь без руки. Итак, открыли мы этот файл, что с ним делать дальше? Здесь у нас все разделено по слоям, то есть каждый кадр анимации у нас на отдельном слое. Как нам воспроизвести анимацию в фотошопе? Открываем окно и шакала времени. Кстати, здесь она у нас почему-то не совсем корректно отображается, но суть даже не в этом. Впрочем, это здесь все легко восстанавливается и можем ее проиграть. Тыгдык, 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 тыгдык. Как нам теперь создать из этого спрайтшит? Да, очень просто, друзья. Ну а сначала минутка полезной рекламы от спонсора этого видео AdMix. Посмотрите ее внимательно. AdMix это новая рекламная платформа, которая значительно повысит ваши доходы от игр как на мобильных устройствах, так и на ПК, консолях и даже на платформах виртуальной и дополненной реальности. Суть в том, что вы встраиваете рекламный баннер или видео прямо в контекст вашей игры, совершенно никак не раздражая игроков и не отвлекая их от игрового процесса. Вы также можете настраивать тематику каждого баннера, его размера и материала. На этой площадке уже рекламируются такие крупные бренды, как Adidas, Samsung, Volkswagen и Gillette. Прямо на сайте вы можете прикинуть примерный доход с вашего проекта, если вы интегрируете туда AdMix. А сделать это очень просто, как на Unity, так и на Unreal Engine. Кстати, недавно я делал целый туториал по интеграции рекламы в свою игру на Unity. Ссылочки на все это добро в описании. Ну а мы продолжаем. И для удобства нам бы лучше изменить размер холста, не изображение, а именно холста. Поставляем здесь пиксели и давайте поставим, ну допустим 42 на 42, чтобы она была кратным. Теперь смотрим сколько у нас здесь кадров анимации. 8, это было не сложно. Создаем новый файл, также выставляем ее в пикселах и умножаем 42, то есть наш размер, на 8. Как же это сложно. Ладно, на самом деле все гораздо проще. Не нужно ничего считать, просто вводим сюда размер, умножение и количество кадров, которые нам нужно. В нашем случае 8. Enter. И он нам создает нужный размер. И сейчас начнется самое скучное. Нажимаем Ctrl-K. Ищем здесь сетка, направляющая сеткой фрагменты. И ставим линию через каждые 42 пиксела. Внутреннее деление убираем. Теперь если я нажму Ctrl-H, ничего не произойдет. Поэтому идем в просмотр. Показать. Сетка. Переходим обратно. Для удобства можно использовать Ctrl-Tab, чтобы переключаться между тапками в одно мгновение. Теперь нажимаем Ctrl-A, нажимаем Ctrl-C, чтобы скопировать. И Ctrl-V, чтобы вставить. И двигаем вот сюда. В первый кадр. Примерно посередине. Если сложно ориентироваться на глаз, ну поставьте себе здесь деление, например, на 2 или там на 3. Чтобы вы хотя бы примерно видели середину кадра. Сильно на этом заморачиваться вообще не обязательно. В Unity вы уже поймете почему. Переходим на второй кадр и на второй слой. Нажимаем снова Ctrl-C. Выделение мы не снимали. И здесь снова Ctrl-V. Следующий кадр, следующий слой. Ctrl-C, Ctrl-V. И так пока не надоест. У меня здесь в внимании есть хороший ориентир. Глаза не уходят в сторону ни на 1 пиксель. То есть они поднимаются вверх-вниз, но влево-вправо не уходят. Поэтому здесь я могу сделать примерно то же самое. Подвинуть их так, чтобы легко ориентироваться по глазам. Ну либо опять же настроить сетку. Поставить здесь внутреннее деление на 4. Вот так. И теперь все отлично видно. Так, если запутались, какой слой вы нажали, просто нажимаем инструмент выбора. И удерживая Ctrl, нажимаем на нужный нам спрайт. И выберется тот слой, на котором он находится. Вуаля! А что нам нужно сделать теперь? Убрать фон. А для удобства можно даже все это слить в один слой. Перейти на верхний слой и просто несколько раз нажимая Ctrl-E. Либо, если слоев много, например 20. Просто нажимаете на верхнем слое и удерживая Shift на нижнем. И нажимаете снова Ctrl-E. Слой с фоном можно не удалять, а просто спрятать и сохранить файл в PSD. То есть PSD юнити воспринимает вполне корректно. Но мы забыли про руки. И что если тут будет несколько анимаций? А их реально будет несколько, а если точнее больше 12. Итак, что же нам делать, как добавить сюда еще одну анимацию? Ну, во-первых, мы просто в размере холста можем добавить еще 42. То есть у нас будет 84. И поставим точку вот здесь. Чтобы он добавился относительно вот этой строке. Иначе он будет нам добавлять от середины. Что для нас не сильно-то актуально. И по сетке я вижу, что некоторые кадры у меня провалились ниже пола. И так как я уже все это дело слил, просто беру выделение. Выделяю нужен мне спрайт. И удерживаю Ctrl и левую кнопку мыши. Двигаю буквально на один пиксель вверх. И то же самое проделываем с другой анимацией. Что делать, если вдруг кадров анимации больше, чем мы сделали здесь? Да, в принципе, в этом тоже ничего страшного нет. На самом деле можно вообще не заморачиваться и сделать сразу большой такой атлас. Эй, ты куда поехал? Не настолько большой. Сразу залить его фоном и добавлять сюда все нужные нам анимации. Также для примера давайте вот эту анимацию я продублирую. И поставлю ее вообще не по сетке. То есть где-нибудь вот тут вот. Вот прям вот вообще она здесь не в тему. Фон прячем. И нажимаем Ctrl-Shift-S. Чтобы все это дело сохранить. Я выбираю либо PNG, либо также сохраняем в PSD. Ну, PNG просто будет меньше весить. Переходим в Unity. Перетаскиваю этот файл. Если мы его положим прямо сюда сейчас в сцену, то ничего хорошего из этого не выйдет. Получится целая армия енотов-спецназовцев. Поэтому первым делом мы нажимаем на сам этот файл. Кстати, нажимаем на стрелочку, видим, что здесь всего один кадр. Нам это первым делом нужно исправить. Нажав Sprite Mode, Multiple принимаем. У нас он как бы пропадает, но на самом деле нет. Нажимаем Sprite Editor и нажимаем здесь Slice. Теперь смотрите, в чем фишка. Если вы делали все четко по сетке, то есть вписывали, как я показывал изначально, то просто нажимаете здесь Grid by Cell Size. Ставим здесь 42 на 42. И вот сразу поставим Bottom Center. Ну, просто Bottom, окей. И нажимаем Slice. А теперь фишка в том, что... А, кстати, здесь опять промахнулся, но это не страшно, сейчас покажу, как это исправить. Что у нас все эти кадры автоматически разрезались. Нам не нужно выставлять на них пивот-пойнты. Мы это, грубо говоря, заранее сделали в фотошопе. А вот это можем просто удалять, потому что они разрезаны не так, как нам надо. Нажимаем Apply, закрываем. И смотрим, у нас здесь появились все вот эти кадры с одинаковыми именами, а только разными цифрами. Но опять же, я примерно знаю, что тут 8 кадров у меня. Вытаскиваем сюда. И он предлагает мне сохранить ее как анимацию. Это он мне предлагает правильно. Опа. А теперь если я нажму Play, то он будет ходить, но он будет очень и очень мелкий. Это нам не нравится. Переходим обратно в наши настройки. Pixels Per Unit. Ставим значение явно меньше. Если поставить, например, 16, он будет заметно крупнее. Но опять же, поставлю по размеру спрайта 42. Хотя там логика немножечко другая. Теперь, чтобы он так у нас не размывался, идем в Filter Mode и ставим Point. No Filter. Apply. Теперь у нас достаточно резкий. Но, как видите, все равно здесь что-то с ним не то. И здесь значение лучше подбирать такое, чтобы не было вот таких искажений. Я обычно ставлю либо 32, и как видите, он стал больше похож на себя. Либо вообще 16. И тогда его вообще не отличить. Всегда вот так вот сверяйтесь, хотя бы примерно, насколько сильно есть искажения. Если искажений вообще нет, то все отлично. И в принципе, у нас все готово. Тыгдык, тыгдык. Но видно, что есть небольшое поддергивание. И давайте, пожалуй, это исправим. Да-то как-то нехорошо. Нажимаем Ctrl-6. У нас появляется окошко с анимацией. Привязываем его сюда. И что мы делаем дальше? Нажимаем здесь проигрывание. И смотрим так. Пока не очень хорошо смотрим. Наводим его сюда, и левая кнопка мыши вот так вот его растягиваем. И теперь давайте по кадрам посмотрим, на каком именно кадре он у нас так запарывается. На последнем. Но что с ним на последнем кадре? Возможно, он просто лишний. Да, я просто хапнул лишний кадр. И теперь давайте рассмотрим следующую анимацию, которую мы сделали вообще не по сетке. Во-первых, можно сделать ее вручную и нажимать вот так вот Trim, но это достаточно нудно. А мы можем нажать Slice, автоматик. И здесь в методе нажимаем Save, чтобы вот эти вот кадры у нас не удалились. Нажимаем Slice. И вот они у нас тут появились. Теперь у каждого из них нам желательно поставить Bottom Center. То есть Pivot на самый низ посередине. И обычно я еще переименовываю их по названию анимации. То есть это у нас будет стояние и номер кадра. Теперь я вот эту вот часть без нуля копирую. Нажимаю сюда, Ctrl-V, единичка, тык, Ctrl-V, двоечка, Ctrl-V, троечка и так далее. Сколько у вас там кадров. Нажимаем Apply, закрываем. И теперь смотрим, что у нас тут начинается. Вот у нас начинается Reconidle, тык-тык-дык. Снова переносим сюда, называем ее. И у нас теперь есть две готовые анимации. А единственный минус, они сохраняются с аниматорами вместе. Ну и несложно удалить. Как бы вообще ноль проблем. И наконец, последний совет. Лично меня очень раздражают вот эти вот кубики. И вот эти вот, которые показывают прозрачность. И это сильно бьет по глазам. Поэтому я либо всегда делаю вот такой режим. Черно-белый, но что тоже бьет по глазам. Либо маленький такой лайфхак. В чем преимущество сохранения PSD. Нажимаем правой кнопкой мыши, показать в проводнике. Открываем наш PSD файл. Обратите внимание, что это не тот же самый файл, который мы сохраняли изначально. Он уже сохранен в папке с Unity. И здесь мы просто включаем фон, сохраняем. Переходим в Unity. А здесь у нас на спрайтах появился этот фон. Но это вообще не страшно. А суть в том, что мы без вот этих галимых кубиков выставляем всю вот эту разрезку. Кстати, надо поправить. И потом, когда мы все это здесь настроили и наименовали, просто переходим обратно в Photoshop. Давайте заодно сразу его поднимем. Все, огонь. Отключаем фон. Сохраняем. Вуаля. И здесь у нас тоже без фона. Нажимаем на Play. Две анимации у нас прекрасно работают. И, думаю, в следующих частях мы сделаем ему простенькое движение, чтобы просто показать, как сделать платформер круче, чем у флаттинга. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Арталаски. Пока.